МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюння у столицы Казахстана президент Беларуси принял удел у посаджения высшейших Евразийских экономичных совета. У юбилейном саммите удельничала не только пятерка объединения, но и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Теперь он гоноровый старшиня ЕАЭС. Присутничали и лидер Молдовы, и окраины Назиральника, и гоноровый гость, керавник Таджикистана. Эксперты называют Душанбе головным претендентом на долучение до Союза. На угол цикавость до объединения проявляют 40 держав. Ведут перемовы по разных пытаниях сопротивления с ЕАЭС, у даден и момент Сингапур, Египет и Сербия. Удельники саммиту сегодня обмерковали новые подыходы до экономичного парадка объединения. Кожный представил свое бачение в пытаниях гандлю, формирования агульного и прозрастного рынка энергоресурсов, цифровизации экономик, краин и дельниц. Выступление белорусского лидера было наполнено конкретикой. На встречах в формате ЕАЭС Александр Лукашенко увесь час позначает, когда есть проблемные моменты. Официальный Минск на каждый саммит приезжает с выразными метами и инициативами. Александр Лукашенко огучил головные задачи на даденном этапе для развития Союза. Евразийский экономический Союз имеет авторитет на мировой арене. Ну порой мы часто слышим, читаем, да и сами говорим о том, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция и это естественно. Но не замечать лицом к лицу нас уже не удается. Приоритетом должны оставаться вопросы качественного выполнения уже имеющихся договоренностей. По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должны причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле. Осязаемый положительный эффект дадут более тесная кооперация. Увеличение доли товаров, произведенных внутри Союза на общем рынке. Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего Союза. Успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда и не будет проблем привлечения новых стран, которых мы хотим видеть в этом Союзе. Они сами придут в этот Союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, именно единое общее пространство. В этом леку Александр Лукашенко пропонавал, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаю на посаде гонорового старшини ЕС занялся ревизией того, что уже сделано в Союзе. И еще только треба будет сделать, начиная от кадровых вопросов до стратегических направлений. По выниках юбилейного саммита, керавники держав подписали шерах международных документов, в том леку обстворении агульного энергетического рынка. И он даст макшимость установить прозристые рынковые цены на электроэнергию для споживцов. Затвердили и основные ориентиры макроэкономичной стратегии на это и наступные годы. Пытание, которое все-таки отправили на допрацовку, это размеркование увазных мытных пошлин. Саммит – это добрая пляцовка для двухбаковых перамов. Напереды дни у президента Беларуси отбылись с устретшись с теперешним и раннейшим керавництвом Казахстана. А сегодня в кулуарах саммиту Александр Лукашенко провел короткие перамовы с лидерами Армении, Молдовы и России. За Владимиром Путином белорусский лидер обмерковал пытание поглубления двухбоковой интеграции. Раней боки обменялись отповедными пропановами. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин разглядели даденое пытание и дали доручение у Радам до 21 червяня знайсти по усих з них агульные подыходы. После этого президенты домовились провести встречу на высшем узровне для грунтовного и подробязного обмеркования усих российско-белорусских питаний и дальнейшего системного взаимодействия. Сегодня на Гомельшине начались мероприемства и присвеченные святу «Опошний звонок». Першими на линейку вышли наученцы 51-й Гомельской гимназии. На урочистостях побывал Олег Сентюров. То есть, что звонок к пешим проучал миновитого 51-й Гимназии Нева Подкова, завтра ЕЕ-выпускники примут удел о республиканском «Опошнем звонку» у Орши. Все это на вычальной установке разлетаются 38 человек. Ирина Кротова у гимназии працует уже 20-й годов, а ли 11-й Б у ЕЕ-перший выпускный класс. С этими ребятами мне очень повезло. Все дружные, открытые, очень оптимистичные. С ними всегда весело, надежно. Они верят в себя, верят в свои успехи. И, возможно, поэтому их и добиваются. 51-я Гомельская гимназия установлена незвычайная и у нечем навык уникальная. Значная часть урочистой линейки дведя на выручение узнагород. Тут, сапрады, есть кого установить. Угата складана поверить, а ли на протягу новочайного года гимназисты отримали большак тысячу дипломов, прознага узровню и у разных конкурсах. Тут не только дают грунтовные веды, а ли и выховывают у сибакова развитых молодых людей. Девиз гимназии – интеллект, творчость, здоровье. Здесь достаточно хорошее воспитание. Здесь очень много творчества, очень много спорта. То есть разноплановая гимназия. Нельзя сказать, что мы вот только на олимпиадном движении заточены. Абсолютно любое направление, то, что надо в жизни ребенку. И петь, и танцевать, и бегать, и прыгать, и играть в футбол, настольный теннис, шахматы. Это все есть. Апошний – школьный вальс. Танцевать его училися. По некоги разов на день, починающие шесть новогодних святов. Выпученная у неба поветранная шары. И власна сам апошний школьный звонок. Это, саправды, самое чудевое весновое свято, кали радость и слезы одночасово. Ясчеп, раз некольких хвилин, выпускники разом с батьками сбираются у своих классах. Напереде выпускные экзамены и централизованное тестирование. Апошние годы студентами высшейших научных установ становятся от 95 до 100% гимназистов. Причем сегодня студентский билет сабежу гарантованно забеспечил практически каждый шестый выпускник, який стал первомышцем заключенного этапа республиканской спартакиады по учебных предметах. Я собираюсь поступать в БГУ или БГУИР. Моя специальность – это программист или что-то связанное с IT-специальностью. Хотела связать свою жизнь с внутренними делами, то есть в МВД. Но не знаю. То есть возникают многие вопросы по поступлению. За час основания с початку школы, а потом 51-й гимназии, ее выпускниками стали больше 2000 человек. У каждую первую субботу лютого многие из них приходят сюда на традиционную встречу выпускников. Сегодняшние 11-классники выключением, хотя и за счет, так само не будут. Очень грустно расставаться с этим, это как оторвать целый пласт своей души. И вот 11 лет – это больше, чем две трети моей жизни, в принципе, всей я провела с этими людьми. И мне, конечно же, не очень хочется с ними расставаться. Какие-то тесные связи, дружеские отношения, теплые моменты и воспоминания. И очень жалко, если после выпускного эти люди просто разбегутся по сторонам. Да, мы не договаривались, но хочется верить, что в ближайшем будущем мы обязательно встретимся. Некоторые школьники учились за партами и писали чернилами. Зараз их заменили столы, шарковые ручки и интерактивные дожки. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадо-компания «Гомель». Беларусь рихтуется до других европейских гульнях, які пройдуть у Минску с 21 по 30 червня этого года. Атлеты из всей Европы будут змагаться в 23 дисциплинах, які представляют 15 видов спорту. И немаловажное значение мае спортивная мода. У приватности оденья специально пошитая до важной сусветной подеи. До речи, тендер на пошиву выиграла молодая приватная прогрессивная компания «Спинска», один из филиалов якой размещенный у Мазары. Будинок был у трикотажной фабрики «Славянка». Сегодня у швейным цеху кипит працам. После ликвидации «Славянки» новое житие вдыхнула приватная компания. Теперь тут размещенный филиал «Пинского предприемства», який был открытый несколько лет тому. Профиль в творчестве – качественная модная одень для занятков спортом и активного отпочинка. Под гандлёвой маркой «Формат». До речи, эта компания примает активный отдел у подрыхтовцы до самой важной спортивной подеи этого года – других европейских гульнёв. У приватности в Мазарском цеху шьют куртки, джемперы, футболки полу, яких будут опрануты судзи – волонтеры, члены Национального олимпийского комитета. До гоноровой эмиссии все супрацовники поставились ответственно. Робят працу якосно, отгружают в заявленные термины. На данный момент наше предприятие выиграет тендер и отшиваем изделия для евроигр. Мы шьём для ног, судей, волонтеров, джемпера и куртки, а также рюкзаки. Мы восприняли это соответственность, очень соответственный заказ, дорожим качеством. Такая вопрадка докладно притягнула увагу. Надпись «Европейские гульни-2019» – национальная вопрадка, насеченные колеры, стильный дизайн, зручные модели, якостные материалы. В Мазырском цеху шеют и сувенирную продукцию, якую смогут набыть усе ожидающие. Усяго с Мазыра будет поставлена около 9,5 тысяч выработок. А пошняя отгрузка запланована на первые дни червяня. Виктория Сеницкая, Светлана Груцковича, Слав Прописнов, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио компании «Гомель». Урочистий сход до дня ушанования ветерана умытной службы пройшёл у Гомелі. За профессионализм и шматгадовую працу знагороды отримали представники особистого состава «Гомельской мытни». Им уручили подяки, гоноровые грамоты, нагрудные знаки, некоторым присвоили персональное звание. У лику знагородженных была и Лариса Ковалёва. У мытных органах она працует с 1992 года. За этот час отбылось и немало измен. Однако, когда человек на свои мессы, усе складанности обыходят его боком. Если в 90-е годы у нас там оформлялось, пускай 500 деклараций на товары, то сейчас в месяц идёт где-то 14-15 тысяч деклараций. Когда уже ты на своём месте долгие годы, в принципе, читаешь новые документы, естественно, что-то новое приходит, и это внедряешь в свою работу. Урочистый сход у 19-й школы Гомеля проводили нездарма. И навито тут год тому были створены мытные классы. Всё ли это их колькость планует повеличить, а так само открыть подобные специализованные классы у Мазырской школы номер 8. Больше за сотню правовых инспекторов працы Федерации профсоюзов завтра окажут бесплатную юридичную допомогу во всех областных и районных центрах Беларуси. Юристы не только проконсультуют по пытаниях, связанных с обороной працовных правов и социально-экономичных интересов, але и при необходимости допомогут отстоять интересы у судах. Приёмы пройдут у районных городских объединениях профсоюзов, а так само непосредственно у организациях. Гомельская областная организация Беларусского товарыства «Червоного крыжа» и клиничный спиталь инвалидов Великой Айчины сегодня провели суместные доброчинные мероприемства. Принять удел им запросили так само депутату областного совета и творшие коллективы. Акцию просвятили 75-й годовине вызволения Беларуси от нацистских захопников. Место её проведения выбрали не выпадково. По-перше, это самая боевая медицинская установа региона. Шпиталь был створен на 50-й день после початка Великой Айчины. По-другому, прикладнокожный сёмый пациент шпиталя – ветеран Великой Айчины войны. При том, что якость послуг тут постоянно повышается. Среди ближайших планов открытие ещё одной сучастной операцийной. Операционная эндоваскулярная хирургия, где будет проводиться операция на головном мозге и сердце. Ставятся стенты для профилактики инсульта и инфаркта. Запланирована операционная в следующем году. Проектная документация, экспертиза уже не прошла. Администрация областного шпиталя инвалидов войны каже, что неофицийная визитная картка установы – тёплые, относенные до пациентов. Что год тут проходит лечение до 13 тысяч человек. И кожному необходимо створить комфортные умовы. Суместная акция за областной организацией Белорусского товарыства «Червоного крыжа» – ещё одна махчимость – подарить пациентам добрый настрой. Солодкие подарунки и концерт. Разом с волонтёрами у шпиталь приехали артысты вокального ансамбля «Жартовницы» Гомельского городского центра культуры. Таким чином, даден старт примеркованной до 75-й годовины вызволений Беларуси в великой доброчинной программе, якая пройдя во всех городах в области. У нас в каждом районе области будут концерты благотворительные. Они будут и в лечебных учреждениях, и где-то на площадках, в парковой зоне. У нас разработан целый план мероприятий, и мы будем в течение полутора месяцев этот план реализовывать. Олег Сентюров, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Команда гомельских школьников «Тыгры» у линейку стала чемпионом по брейн-рынгу серот ювеналов на Кубку Европы по интеллектуальных гульнях. Помешала команду и их тренера с перемогой наш корреспондент Ганна Корольчук. 13-й чемпионат Европы по интеллектуальных гульнях серот школьников собрал у Гомеля около 40 команд с Беларуси, России, Украины, Латвии и Литвы. И худельники – чемпионы своих краин и переможцы международных конкурсов. Миновата у такой конкуренции гомельские «Тыгры» у линейку перемогли у одним з видов с поборництвом – Гульне Брейн-рынг. У ее и две команды на худкость отказывают на пытание ведущего. У такой ситуации важно оперативно принять коллективное решение и выбрать того, кто отказывает. Договориться мы договорились еще при образовании команды, так что никаких вопросов почти никогда не возникает. А так просто необходимо применять свой интеллект, свою эрудицию для поиска верных ответов на вопросы. А как договорились, если спорите? Один говорит, такой, а второй такой? Находим компромисс. Мы стараемся всем обсудить, но если совсем уж две версии почти равнозначными, кажется, выбираем методом голосования. То есть какой вариант голосует больше людей, тот выбираем, соответственно. Сегодня эти четыре хлопца и звезды учены подопечные строгого, а не справедливого тренера Вольги Климович. Она занимается именно протягу двух годов, и за этот час игры в линейку двойче отримали Великий Кубок Беларуси. Однако такой зладженный коллектив достался Вользе от мать, Тамары Климович, якая начала заниматься с детьми еще шесть годов тому. А когда они по столе, то перейдут под крыло вядомого знавца Леонида Климовича. Таким чином, педагогичная династия Климовича угадует не первое поколение гомельских эрудитов. Минимум два раза на тыдень ребята сбираются на суместные тренировки и практикуются, что декали свои угольни брейн-рынгу и инших видах интеллектуальных споборництвов. Быть тренером – задача непростая, потому что ты педагог, ты воспитатель, ты стараешься вникать в какие-то их внутренние конфликты, чтобы они между собой не спорили, не выясняли отношения. Но я надеюсь, что они показывают хорошие результаты, и то, что они с удовольствием ездят со мной на турниры. Я надеюсь, это характеризует меня как хорошего тренера и адекватного. Дети в это время показывают мне сердечко с той стороны. Шлях кожного языка начинался по-разному. Даниэл изменил занятки шахматами на тренировке в клубе «Белая Рысь», еще в початковой школе. Радион – продолжальник семейной династии знавцев, у которой уже шесть человек. Для этих хлопцев и девочек быть чемпионами континента в школьном взросе вельми гонорова. В ближайших планах «Тигров» – поездка в летний лагерь Беларуськой Лиги интеллектуальных команд, который пройдет в Гродзинской области. Затем – новый сезон и новые перемоги. Ганна Корольчук, Евген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем с трагической новости. Накануне в Октябрьском районе погибла школьница. ЧП случилось на территории фермы ОАО «Паречья-Ареса», куда четвероклассница пришла вместе со своим отцом. Девочка оказалась под завалами стены, которая обрушилась после того, как ее зацепил погрузчик. Семья погибшей характеризуется положительно. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Установлено, что за руль погрузчиком Кадор сел водитель, который не имел права на управление транспортным средством, так как ранее был лишен его за нетрезвую езду. При движении задним ходом мужчина зацепил ворота, что привело к обрушению фронтальной части здания. Девочка в этот момент как раз находилась рядом и была травмирована обломками. От полученных повреждений она скончалась. Дело находится на контроле у начальника управления Следственного комитета по Гомельской области и в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших ЧП. Уголовное дело возбуждено по статье «Служебная халатность». В Светлогорске вынесли приговор водителю, по вине которого погибли два человека. Мужчина получил пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии. Напомним, ДТП произошло на 51-м километре трассы Бобруйск-Мозырь-Граница Украины. Управляя автомобилем Land Rover, водитель пошел на двойной обгон и на скользкой заснеженной дороге потерял управление. В результате на встречке он столкнулся с микроавтобусом Mercedes и съехал в Кювет. Два пассажира Land Rover погибли на месте. Еще один получил опасные для здоровья травмы. Также пострадал и пассажир микроавтобуса. К ситуации на дорогах региона за минувшие сутки на территории Гомельской области было зарегистрировано более тысячи нарушений правил дорожного движения. 143 водителя были привлечены к административной ответственности за превышение скорости. 14 за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 52 не уступили дорогу пешеходам. 92 заплатили штраф за то, что не были пристегнуты ремнями безопасности. Также инспекторы наказали и пешеходов. Более чем на сотню человек сотрудники ГАИ составили протоколы за переход дороги в неположенном месте. В целью предупреждения о дорожно-транспортных происшествиях всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать элементарные требования правил дорожного движения. Водителям необходимо быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, а также остановкам общественного транспорта. Быть очень внимательными при движении в дворовой территории, а также по дорогам общего пользования. Что касаемо пешеходов, то, конечно же, при подходе к пешеходному переходу необходимо убедиться в том, что все водители остановились и вас пропускают. Только после этого можно переходить дорогу. На сегодня все. Следите за событиями и происшествиями региона вместе с Де Факто на телеканале Беларусь4. До свидания. Де Факто на телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра состоятся вторые поединки полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу. В 18.00 на паркете спорткомплекса «Локомотив» сойдутся два гомельских коллектива «БЧ» и «ВРЗМ». Первый поединок, напомню, завершился минимальной победой железнодорожников. Они же будут номинальными хозяевами в завтрашнем матче. В Минске в 19.00 начнется поединок между столицей и Витеном. В этой паре впереди аршанская команда. Напомню, что полуфинальные серии проходят до двух побед одной из команд. Завершился групповой этап первого сезона Белорусской футбольной лиги девушек. По его итогам победители восьми дивизионов сойдутся в Минске в финальном этапе. Организатор лиги Белорусской федерации футбола при поддержке FIFA. В первом сезоне турнира участвуют 60 команд. Возраст футболисток не превышает 13 лет. Дружины по территориальному принципу разделили на восемь дивизионов, которые назвали именами известных белорусок. Дивизион, который играл в Гомеле, носил имя революционерки Эмилии Плятор. За путевку в Минск здесь боролись восемь команд из Гомеля, Гомельского района, Речицы, Добруша, Лоева, Калинковичи и Мозыря. Главная особенность футбольной лиги девушек – предельная доступность. Среди участников есть как профессионалы. Воспитанницы спортивных школ, так и те, кто только осваивает футбольные азы. Из последних, кстати, команда средней школы номер 6 – Калинковичи. Мы заявили своей командой именно как школьная команда, поэтому мы в самом низу таблицы турнирной. Ну, нам нравится, мы как дворовая больше команда. Конечно, девчонки и некоторые вообще только начали первый раз играть благодаря этому турниру. Были несколько девочек, которые уже играли, вот они нашли себя, они нашли сегодня здесь друзей, за них болеют другие команды. Тягаться с профессионалами пока непросто. Там за 14 туров калинковические девушки одержали только одну победу на обыгранной мазырянке – 2-0. Пасовались, как бы мы играли командой, и мы смогли забить два гола. Вообще футбол – это интересная игра, спортивная в нем. Можно заниматься, пасоваться. Есть друзья, с которыми можно познакомиться и вообще. В итоге в турнирной таблице калинковические футболистки расположились на предпоследнем месте. Однако воспитанницы Елены Отчик не отчаиваются. Все успехи еще впереди. С победителем интриги не получилось. Команда Гомельской с Дюшер номер 8 одержала 12 побед в 14 поединках и отправится на финальный этап футбольной лиги девушек, который 9 июня пройдет в Минске. В Гомеле на стадионе «Луч» прошли областные олимпийские дни молодежи по легкой атлетике. Возраст спортсмена в 17 лет и моложе. В командном зачете в категории городов лучшими стали спортсмены из Жлобина. Вторая сумма баллов у реческих атлетов, третья у Мозырьских. В категории районов победили представители Хойников. На втором месте расположилась команда из Ельска. На третьем из Добруша. По итогам областных олимпийских дней молодежи будет сформирована команда на республиканские соревнования, которые пройдут с 17 по 19 июня в городе Гродно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова